Ни для кого не секрет, что любой процессор состоит из тысячи миллионов и даже миллиардов транзисторов, таких крошечных переключателей. Если ток через транзистор не течет, это можно обозвать логическим нулем. Течет единицей. Поздравляю, мы только что изобрели двоичную логику. Проблема лишь в том, что для большинства пользовательских процессоров даже из 70-х годов требовалось тысячи таких транзисторов. Разумеется, пинцетами их никто по процессорам не раскладывал, а вместо этого использовали фотолитографию. То есть буквально вытравливали в кремнии транзисторы через специальные маски мощными лазерами. И тогда, да и сейчас именно оборудование для фотолитографии было ограничивающим фактором роста. По сути, все упиралось в то, насколько маленький объект лазер может вытравить на пластине. И производители чипов быстро смекнули, что этой величиной можно мериться, но правда в обратную сторону. Чем меньше, тем лучше. И назвали ее техпроцессом. Да, техпроцесс это не размер транзистора, это именно разрешающая способность оборудования. Иными словами, какой толщины может быть штрих, оставляемый лазером в кремнии. Ну и так как в транзисторе самой тонкой областью является затвор, то можно говорить, что техпроцесс это размер затвора транзистора. Почему же этот параметр настолько важен? Чем меньше техпроцесс, тем больше транзисторов можно упихнуть в ту же область, и тем быстрее будет работать процессор. К тому же, чем меньше транзистор, тем меньше энергии ему нужно для работы, и тем энергоэффективнее получается сам процессор. В итоге с 70-х годов прошлого века и до начала нового тысячелетия никаких проблем с техпроцессами не было. Если все начиналось с красных 700 нм лазеров и техпроцессов 10 микрометров, то миллениум мы уже встретили с фиолетовыми лазерами в 400 нм и техпроцессом в 130 нм. То есть техпроцесс стал тоньше на два порядка. При этом частоты выросли более чем в тысячу раз с нескольких сотен к килогерц у интел 4004 до гигагерца у атлон и пентиум 3. Причем, кстати, пока техпроцесс составлял несколько микрометров, то есть был больше длины волны видимого света, можно было разглядеть отдельные транзисторы в обычный световой микроскоп. Сейчас это уже нереально. Нужен дорогущий электронный микроскоп. И я не просто так остановился именно на 130 нм. Это был последний честный техпроцесс, при котором можно было сравнивать процессоры от различных компаний. Дальше начался легкий мухлеж, и положила этому начало компания Intel. Компания стала откровенно подгонять свои процессоры под закон Мура, который гласит о том, что число транзисторов на интегральной схеме должно удваиваться раз в два года. Теперь вспомним школьный курс математики. Для удваивания количества объектов на той же площади нужно уменьшить их линейные размеры в корень из двух раз, или приблизительно в 1,4 раза. А теперь поделите 130 на 90. Вы как раз получите около 1,4. И да, именно 90 нм техпроцесс использовался в Pentium 4. И сюрприз, честным, он тоже не был. На деле фатолиграфическое оборудование было лишь слегка лучше, чем то, что использовалось для 130 нм. И к слову, это объясняет то, почему Pentium 4 были такими горячими и требовали уже серьезное охлаждение с медным пятаком. Дальше больше. В середине нулевых Intel была занята догонялками с AMD, ибо компании нужен был крутой двухъядерный процессор. Так и родилась линейка Core Duo, которая даже сейчас используется в офисных ПК. Официально эти процессоры работали на 65 нм техпроцессе. А теперь поставьте видео на паузу и поделите 90 на 65. Ну вы поняли, да? Опять получилось около 1,4. Но в общем и целом тогда Intel муклёж этот простили. С одной стороны не все о нем знали, с другой язык не поворачивается назвать Pentium 4 и Core Duo плохими процессорами. В итоге маркетологов было уже не остановить. И что же мы получили? От четкого физического понятия разрешающая способность фотоаллиграфического оборудования, мы перешли к достаточно размытому линейному размеру транзистора, который вообще говоря далеко не жестко связан с размерами затвора. Но надо отметить, что хоть какая-то привязка к железу осталась. Правда ненадолго. Следовать букве закона Мура перестало получаться уже в начале 2010-х. Последним техпроцессом, привязанным к линейным размерам транзистора, стали 32-нанометровые или знаменитые Sandy Bridge, или они же Intel Core второго поколения. А дальше снова вмешалась эта физика. И хотя линейные размеры транзисторов не жестко связаны с затвором, все же уменьшение первых влечет к уменьшению вторых. И в итоге дошло до того, что больше уменьшать затвор просто не получалось. Он переставал работать барьером, позволяя относительно свободно проходить через себя электронам. И вот тогда появилась технология FinFat — дословно плавниковый транзистор. Ключевым моментом стал уход из 2D в 3D. Теперь размер транзистора был не прямой, а имел P-образную структуру, что позволило увеличить его длину и избежать туннелирования электронов через него. К чему все это привело? К тому, что это убило само понятие техпроцесс. Если раньше была хоть какая-то связь между размерами транзистора и его затвором, то с переходом на 3D транзисторы и FinFat эта связь окончательно исчезла. То есть нет никакой связи между фотоаллиграфическим оборудованием и техпроцессом. Разумеется, маркетологи радостно сказали «ага» и бросились клепать маркетинговые нанометры, уже совершенно не стесняясь и не придерживаясь логики или физики. В основном все продолжили считать техпроцессы по поверхностной плотности транзисторов. Однако уровень достоверности с учетом их текущей 3D-шности зашкаливал. Причем, что забавно, наглость маркетологов у разных компаний разная. В итоге получаются смешные ситуации. Например, принято хейтить Intel за то, что она только-только перешла на 10-нм техпроцесс, тогда как у UTSMC вовсю развивается 7-нм производство. Окей, глянем на линейные размеры транзисторов и что же мы видим? Разница-то совсем не велика, а с 7-нм техпроцессом от Global Foundries у Intel вообще почти паритет. А теперь просьба фанатов AMD отойти от экранов. Если перейти к настоящим нанометрам, то есть к затвору транзисторов, то у Zen 2, а это 7-нм техпроцесс от TSMC, напоминаю, он составляет 22 нм. А вот у 14-нм Intel 10-го поколения затвор 24-нм. Оценили всю силу маркетинга? И когда думаешь, что хуже уже точно некуда, в пол обычно стучат снизу. Встречайте, Horizontal Nano Sheets. Нет, это не горизонтальное нанодикмо, это горизонтальные нанолисты. Все дело в том, что уже и P-образный затвор с уменьшением размеров начинает пропускать электроны, поэтому теперь плавник предлагают разделить на несколько частей. То есть теперь само понятие длины затвора не будет играть большой физической роли, так как он не сплошной. Так что техпроцесс чисто технический не получится высчитать. Ну и подведем итог. Техпроцесс сейчас не значит ровным счетом ничего, его рисуют красивые маркетологи для увеличения продаж. Так что нет смысла смотреть на этот показатель при выборе CPU или GPU, лучше обратите внимание на бенчмарки, которые покажут действительно превосходство того или иного чипа. И даже данными по поверхностным плотностям, которыми любят делиться сейчас все производители, тоже им можно подтереться, так как они не учитывают их объемную структуру. Поэтому еще раз скажу, не смотрите на техпроцесс. Бенчмарки – наше все. В описании ссылочки на наши соцсети, переходите туда, читайте самые интересные IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч. Продолжение следует...